Согласно библейским источникам, Иисус был пригвожден к кресту. Он потерял много крови. Клеточные оболочки красно-кровяных телец разрушились, выделяя гемоглобин, компонент, который разносит кислород по организму. Когда гемоглобин распадается, то образуется билирубин, субстанция, которая окрашивает кровоподтеки в желтый цвет. Анализ показал, что в пятнах крови содержится большое количество билирубина. Данный факт подтверждает версию распятия. С помощью ультрафиолетовой фотографии обнаружили еще один потрясающий факт. Вокруг пятен крови совершенно отчетливо видны следы сыворотки. Их никак нельзя было разглядеть до тех пор, пока мы не сделали ультрафиолетовый флуоресцентный снимок плащаницы. Спустя примерно две тысячи лет после того, как этот человек, видимо, был казнен. Сыворотка — это жидкая питательная среда, в которой содержатся красные кровяные тельца. Ее нельзя было разглядеть, пока она не засветилась под воздействием ультрафиолетовых лучей. Ни один средневековый художник не мог предугадать изобретение ультрафиолетовой флуоресцентной фотографии и решить. Вот я возьму и скрою эти следы сыворотки, чтобы их нашли лет так через семьсот. Да бросьте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА